Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Авер Орд, на канале Авер Гейминг, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную группу названием BeamNG Drive. И, как бы, как я и обещал, на 7 лайков под предыдущей серией экспериментов BeamNG Drive, я выпускаю следующую серию экспериментов BeamNG Drive. Конечно, вот, как бы, вы скажете, а, ну ты же, как бы, вчера ролик не выпустил, пусть мы и набрали вчера 7 лайков, как ты просил, но, как бы, вы уже, думаю, заметили, что примерно весь ноябрь у меня, как бы, выходит 3 ролика, 1 перерыв, 3 ролика, 1 перерыв. Ну, как бы, это было до этого момента неофициально, а теперь официально будет 3 ролика выходить, потом 1 день перерыва, еще раз 3 ролика выйдет и еще 1 день перерыва. Ну, и вот так вот теперь у нас будет всегда. Так что даже, увы, конечно, даже если вы успеете набрать 7 лайков, он выйдет, но будет такой день перерыва, все равно выйдет ролик только лишь на следующий день. Конечно, извиняюсь за такое, как бы, событие, ну, как бы, по-другому, увы, у меня не получается, потому что я вот хотел вчера записать, но вчера у меня, увы, как бы, не получилось. Причем вот именно вот весь ноябрь, этот неофициального, вот это вот, как бы, моих перерывов получалось так, что именно каждый раз после каждых 3 роликов у меня обязательно на 4 день не получалось его записать. И, в ходе, выходило, что 4 день перерыва, потом 3 ролика у меня удавалось записывать, но и опять же на 4 день у меня получался перерыв. Не знаю, почему так у меня происходило, но вот теперь это, я думаю, что можно сделать наконец-таки официальным. Ну, собственно, как бы, под этой серией давайте вы наберете теперь уже 8 лайков, так как вы смогли все-таки набрать 8 лайков, даже 8 лайков на предыдущей серии. Думаю, что ничего страшного не произойдет, если вы тоже под этой серией попробуете набрать 8 лайков. И как только вы их наберете, я буду сразу же записывать следующую серию экспериментов BIMNG Drive, обязательно. Но, опять же, с учетом этого дня перерыва. Думаю, что сегодня, естественно, вы уже по превьюшке, по названию ролика знаете, что мы будем сегодня делать. Думаю, что вы помните, по крайней мере, некоторая часть моей аудитории помнит, что я, как бы, когда-то снимал удар в жопу и в лабаж, движущийся мы к грузовику. Хотя, ну, удар в лабаж был в движущийся грузовик, в движущуюся фуру. А вот, как бы, в зад этого грузовика, фуры, то есть прицеп, у нас был, когда грузовик был стоячий. Ну, и сегодня у нас, как бы, в этот раз автобус, как бы, не менее интересно. Потому что, когда был прицеп, а там есть просто такая вот металлическая херня, которая защищала колеса, и, как бы, от того, чтобы машина просто уходила под прицеп. А вот здесь вот уже, как бы, всё немножко по-другому. Здесь у нас уже, во-первых, есть силовая часть бампера, такая мощная, металлическая. Дальше у нас идёт каркас двигателя. Вот так это незаметно, потому что давайте я, как бы, сделаю вот, наверное, вот так вот, да. Так будет заметнее. Вот там, видите, есть вот движок, есть вот у него каркас. Собственно, вот он будет нас защищать. Будем смотреть, сломается ли вообще двигатель у гусика, если в него въехать в жопу. Ну, и вот, вот так вот у нас будет, получается, получаться. Так, ну, давайте переходить уже, наконец-то, к самому эксперименту. Думаю, что у нас будет не особо, конечно, большое количество машин, но, как бы, интересных. И сегодня я решил начать с такого вот Геверила Блюбека. Потому что думаю, что интересно посмотреть, что будет с довольно-таки старым автомобилем. Пусть, конечно, как бы он новый, без никакой ржавчины, там, и всему подобному. Но всё равно интересно, как реагирует металл тех годов, примерно, наверное, в 80-х каких-нибудь на такой вот удар. Кстати, мы ещё будем, типа, пытаться тормозить, наверное. Хотя, вот я даже не знаю, ну, думаю, что, как бы, можно бы нажать тормоз. Кстати, да, мы будем ускоряться до какого-то определённого момента, а потом в какой-то определённый момент мы будем начинать тормозить. Например, вот с этого момента мы будем всегда начинать тормозить и смотреть на то, что будет происходить у нас, собственно, с машиной. Я вот раз забыл включить замедление времени, но думаю, что ничего страшного, как бы, конечно, удар, может, был кому-то интересен. Но, как бы, в первую попытку, увы, без него. Ну, и, как бы, на самом-то деле, если так вот снаружи посмотреть, то вроде как, ну, визуально, сдалека, так можно посудить, что воителю и, там, всем людям внутри не особо плохо. Но, на самом-то деле, ему, по идее, это хорошенько прилетело по яйцам рулём. Эти все улетели стопудово вперёд, потому что, как бы, я что-то ремней не замечаю внутри этого автомобиля. Все нахрен улетели вперёд. Тем более, скорость была около, там, 80, наверное, километров в час, но в итоге, и это очень, на самом-то деле, жёстко. Часть рамы, кстати, он равный вроде как, да? Или нет? Да, он рамный, да, да-да, вот рама. А у него, как бы, она чисто посередине, да? Да, блин, обидно. Но, как бы, она ещё вот тут уперлась, правая часть, получается, туда, а вот левая вроде как пошла вперёд. Так, ну чё, вот так вот у нас получилось, как бы, урон, как бы, у нас... Эта машина больше не едет, вроде как у неё сломался двигатель, да? Уже не заведётся? Нет, не заведётся, увы. А бусик у нас чувствует себя вполне хорошо, очень даже так. Только нужно попробовать каким-то образом его отцепить. Наверное, это лучше будет сделать через контрол. Конечно, я извиняюсь, да, придётся мне ещё немножко его больше погнуть, но не будем считать крышу за то, что я его сильно так особо погнул. Так, тихо, давай, вытаскивайся. Блин, это не за то я взял. Надо взять вот, вот тут вот. Так, о, блин. Эх, как бы тебя вытащить-то, а? Может, тогда будет удобней. Где там тебя за движок можно взять? Конечно, ага, блин, они тупо слились вместе, как я понимаю. О, 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 что-то двигается, двигается процесс. О, всё, отлично. Ну, как бы, конечно, некое повреждение уже я нанёс, как, например, то, что у него теперь двигатель в воздухе лежит. У него он больше не на подушках, а просто висит. Ну, конечно, я уже повлиял, но не будем на это обращать внимания. Как бы, ну, в основном, типа, ну, хотя вот я крышу ещё погну, можно это исправить быстренько. Вот так, да, всё. Нормально, нормально, нормально. Да, и, как бы, ну, вот такие получились повреждения очень жёсткие. Скорее всего, я делаю вердикт, что внутри, как бы, может, конечно, не умерли, но, типа, 50 на 50. Там уже, как бы, к смерти, скорее всего, было очень и очень близко. Кстати, осуждаю, да. Ну, блин, вот так вот получилось, да. Кстати, бусику вообще почти что ничего, можно сказать, у него вот чисто бампер этот силовой погнулся. А сам каркас, ну, так, знаете, слегка обогнулся, до двигателя даже ничего, собственно, и не достал. Ну, что ж, давайте приходить к следующему автомобилю. Итак, к следующему автомобилю у нас будет выступать Черир Таграк. Это кроссовер вот такой вот, уже не тот хэтчбэк, который у нас был. Это, как бы, типа, уже кроссовер. По идее, должен быть чуть понадёжнее, мне интересно. Посмотреть будет на то, как он будет реагировать себя в столкновении с бусиком. Итак, с бусиком я, вроде как, восстановил. Так, конечно, ускорение у него чуть похуже, чем у нашего любимого червя Вайса. Но, как бы, всё равно он что-то да и может. И, причём, очень даже хорошо он наваливает, на самом деле, 150. Красава, красавчик. Так, и вот здесь вот мы тормозим, типа, да. Хопа, остановим время, так как нужно... О, идеально, вообще так. Так, и делаем, естественно, замедление в 100 раз. И давайте смотреть на то, что у нас здесь получается. Итак, скорость у нас полностью, тормоз в пол, просто от шины скользят. Но это нам, естественно, не помогает. И происходит удар в жопу. Так. Вообще, на самом деле, не жёстко, потому что он хорошо оттормозился. Идеально вообще. Максимально хорошо оттормозился, да. Молодец, молодец, молодец. Так, что у нас тут по повреждениям? У нас вот здесь вот, как бы, типа, всё, в принципе, хорошо, на самом-то деле. Ну, как сказать, хорошо. Последствия для водителя. Здесь вот, как бы, ремни стопудово есть. Пусть я их и не вижу, но они здесь должны быть. Ну, и, как бы, конечно, лопнуло стекло. Не повезло. Плохо, 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 конечно, да. Но ничего страшного, ничего страшного. Ага, ещё лопнула у нас панорама. Ну, обидно. Ну, собственно, здесь оно не могло не ровно, не лопнуть при таком стопновении. Но, в принципе, как бы, конечно, так, у меня не тоже погасли. Но у пассажиров, у водителя всё хорошо. Автобуса ещё лучше. Чисто, знаете, так, ну, заменят бампер, конечно. Там вот это вот всё выправят, выправят. И ещё будет ездить лет 20. Ну, ладно, может, 20 годами я переборщил. Но ему ещё будет очень хорошо и очень долго. Кстати, знаете что? Давайте ещё и попробуем сделать это до полной скорости, не нажимая в тормоз. Итак, автобусик я восстановил. Всё, я здесь восстановил. И теперь мы едем ему в жопу на полной скорости. Итак, разгон. Здесь будет уже не 80, здесь будет уже почти 140. Значит, даже не 100, 150. Будет 160, будет 160. Будет 160. Даже 161. Ничего себе, вообще охренеть. Так, опа, давайте вот так вот. Тихо-тихо, остановись, 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 пожалуйста. Пожалуйста. Так, всё. Можно смотреть. Можно смотреть. Отпускаем. Так. Ииии. Хопа. Вот это уже намного серьёзнее. Здесь. Ооо. Здесь уже руль повело. Здесь уже сиденья вперёд улетели вместе со всеми. Мне кажется, даже ремни бы не спасли. Даже состреляли на подушку. Ну, вы знаете что? Здесь вот уже прям людям очень плохо будет. Здесь очень плохо. Автобус даже сдвинулся. Он не на ручнике, конечно, стоял. Давайте посмотрим ещё. Так. А не, он на ручнике стоял, а мы его снесли. А бусик стоял на ручнике, и мы его этим ударом тупо снесли. Хопа. Ого. Ничего себе, конечно. Да. Вот это был очень мощный удар. Очень. Да. Я сомневаюсь насчёт того, что здесь как бы передний пассажир. Задний-то, скорее всего, выжили, да. Просто с серьёзными последствиями. Вот насчёт передних, я уже даже не уверен, что они могут выжить. Обидно, обидно. Это очень, конечно, плохо, но... Да. Короче, вывод не гоняйте, пацаны. Да. Ну и, собственно, давайте переходить теперь к следующему транспорту. Ну что ж. А теперь вот давайте пройдёмся немножко по модам. Очень давно я уже не брал Kia Stinger. По-моему, я его последний раз вообще брал, чтобы кататься вообще, в принципе. Аж на первый ролик. Ещё, может, даже нету уже людей, которые помнят мой самый первый ролик. Сразу же погоня. Можете, кстати, загрузить на канал, посмотреть, тем, кто интересен. Самый первый ролик. Так он называется. Первое видео. По-моему, тогда последний раз я его брал. Ну а сегодня он у нас участвует, наконец-таки, снова в экспериментах. И давайте смотреть на то, что с ним произойдёт при тормозе. Если при ударе в жопу прицепа. Вот так, ага. Я боялся очень сейчас перекутать кнопки замедления, на самом-то деле. Так, опа. Присел аж полностью вдавил тормоз в пол. Шины скользят по асфальту. Но всё-таки ему не спастись от этого удара. Скорость 148 км в час. И удар. О-о-о, при всему моему уважении к Киа. И при всему уважении к Стингеру. И при том, что я знаю, что это довольно-таки очень даже безопасный, современный автомобиль. Но, 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 он всё равно при 148 км в час, даже при тормозе, ничего не смог сделать при ударе в жопу автобуса. В этот очень тяжёлый и жёсткий каркас. Просто ничего, он его ещё больше сдвинул на ручнике. Да, он так и остался даже на ручнике встать. Он тормозил потом ещё дальше. Он бы ещё катился и катился, если бы не стоял на ручнике. И было его сдвинуть намного легче. Но посмотрите, насколько он отлетел. Это вот весь наш тормозной путь. Ужас. И просто вот здесь вот он заканчивается на том, что, скорее всего, передний пассажир и водитель умерли, скорее всего. Как бы мне печально это не было говорить, но, скорее всего, так и есть. Потому что, посмотрите, как здесь всё ужасно разворотило. Как здесь руль ушёл ему в ноги. Ужас. Здесь вот погнулась крыша, погнулись двери. Всё ушло назад просто. Вот вмяло всё нахрен. Ужас. Наварить даже вот он встал. Очень ужасно. Страшная авария, конечно, да. Ну что же, давайте, значит, попробуем теперь всё это сделать на скорости, без торможения. Итак, сразу гон. И будем сейчас смотреть. Мне кажется, что вот хватит ещё, наверное, одной или двух машин. И будем на этом потихоньку заканчивать. Так, чтобы ролик не был слишком длинный, слишком затянутый. И... Хопа. Так. Ставим замедление времени. Давайте вот отсюда теперь посмотрим. Не будем включать вот этот вид. Так. Хопа. И удар. Скорость 200 км в час. На 60 больше. Это, на самом деле, невероятная разница. На самом-то деле. И теперь здесь вот я могу со стопроцентной вероятностью сказать, что передний водитель. Будто бы и задний. Что передний пассажир и водитель умерли. Да. Увы, так произошло. О-о-о. Ничего себе. Вот это мощь удара. Вот это мощь удара. Его просто подкинуло в воздух. Бусик. Бусик подкинул. У него стёкла задние лопнули. У него крыша погнулась от такого удара. Ну, блин, ну, естественно. Ну, как же такое не могу произойти при таком ужаснейшем ударе. Ну, что ж. Так вот у нас получился удар. Удары у Kia Stinger. И давайте переходить к следующему автомобилю. Ну, я вообще хотел взять Гаврил какой-нибудь там джипик. Но потом подумал. Ну, что бы не попользоваться модами. И решил взять Гелик. Тоже очень жёсткий каркас. Очень быстрый транспорт. И будет очень интересно посмотреть на то, как теперь будет не только жёсткий каркас, а ещё и скорость. В отличие от Геврила. Итак, скорость 200 км в час. И вот здесь примерно начинаем тормозить. Опа. И он аж в занос ушёл. И он в занос ушёл. Так, опа. Так. 190 км в час. Это быстрее, чем Stinger. Конечно, здесь всё по каркасу, мне кажется, будет немножечко лучше, чем у Stinger. Потому что всё-таки, как бы, то седан это, как бы, уже внедорожник. Можно даже так сказать. Но всё равно, это тормоз в пол. Просто тормоз в пол ему не помогает. 185 км в час. И в небольшом заносе он ударяется об жопу автобуса. И здесь, здесь. О, его просто загнул. Его вот так вот просто, как бы, захлестнуло вверх. А вниз подогнуло полностью весь автобус. Опять же, подкинуло автобус вверх. Немного, да. И давайте отпускать. О, ничего себе. Он просто на капот вот так вот встал. Его ничего себе захлёст был, конечно. Ну, конечно, это кирпич у него, типа, сзади было, наверное, веса немножко больше, как мне кажется. И, типа, его поэтому захлестнуло при ударе там вниз. Как бы, вот так вот это всё дело пошло. Ужас. Мне кажется, что, скорее всего, у нас даже передний водитель. Передний. Опять передний водитель. Что я версию не с тобой такое? Передний пассажир и водитель как-то... Тебя очень плохо чувствуют на самом-то деле. У правого... У пассажира нету двери. Это во-первых. Во-вторых. У него как бы там всё захлестнуло. Всё ушло вперёд. Это кубик там. О, мне даже страшно представлять, что там ещё могло произойти. Да. Там страшная, ужасная авария произошла. Ужас. Просто ужас. Даже больше нечего мне, на самом деле, даже сказать. По-вторых, что автобуса, что такие же почти что впоследствии, как и у, получается, нашего Стингера. Только теперь там у Бусика ещё что-то дымится. У него... Так. У Бусика... Типа, у него почему-то нарисован, что сломано кардан. Пусть на самом деле. Хотя у него, да, у него что-то с подвеской. У него что-то колесо как-то. А, подвеска ушла. Всё. Нахрен мост пошёл. Мост нахрен пошёл. Вы понимаете? От такого ужасного удара. Ничего себе, конечно, не ожидал. Не ожидал. Ну, давайте попробуем поудариться об гелик на полной скорости. Так, давайте у вас... Ну, потому что там гелик внутри него появился. Так. Разгон максимальный. Хова, хова. Разгончик. Разгончик. Здесь будет даже больше 200 километров в час. Ужас. Мне страшно уже представить, что произойдёт со всем этим делом. Так. И удар. 2-2-2-8. Полностью согласен с вердиктом. В этом скорости по поводу человека, который так гоняет на гелике. Так. И удар. Просто... Просто конец. Гелик... Пола, точнее, ладно. Пол гелика просто пропадает в этом бусике. У него, кстати, тут какие-то отражения безтекстурные. Так. Как просто в данное время, так это будет просто не пересмотреть. Взрывы длиннее. И так. Всё. Всё. Ну, блин. Здесь уже даже задние двери почти отвалились. Ужас. Его точно так же перевернуло. Но теперь подпоследствием с вами только немножечко хуже. У него... Это гелик показывает свою надёжность, свой каркас. То, что как бы скорость была явно больше. Прямо на 30-40 километров в час. Но последствия были не настолько серьёзней. В отличии от стингера. Ну, и давайте переходить к последнему автомобилю на сегодня. Итак, снук пазик чисто по фану можно взять. Для того, чтобы проверить, что там как бы с ним произойдёт. Пусть я не сомневаюсь, что ему почти что ничего не будет. Так как скорость попросту не будет больше с таким отручатства. И здесь площадь покрытия удара будет очень большая. Поэтому мы даже не будем проводить второй попытки с торможением и без торможения. Поэтому просто без торможения на скорости где-то 130 километров в час мы влетим в жопу пусика. Давайте даже без замедления времени нахрен его. И вот так вот он хочет. Кстати, всё не настолько радужно, как я себе представлял. Конечно, у автобуса довольно-таки радужно. Потому что, ну, как бы... Чисто чуть-чуть погнулся металл. А вот здесь вот уже даже, скорее всего, смерть водителя. Ну, как бы вот так вот у нас получилась серия. Не забывайте, 8 лайков. И выходит следующая серия экспериментов BIMG Drive. Ну, а на этом мы будем заканчивать сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это очень важно. Всем вам я желаю удачи. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok